Если вы спросите, какая прическа в этом году побила все рекорды популярности, мы, не раздумывая, ответим – косички! Сейчас косы в тренде, безусловно, потому что такого огромного количества клиентов у нас еще, наверное, ни в один сезон не было. В этом году прям рекорд, наверное. Самый популярный сейчас, конечно, это классические косы толстые. Вот, с переходом цвета. Есть это классические афоркосы, принято это называть длинными видами плетения или долгие виды плетения. Есть быстрые виды плетения, то есть это афоркосы из уже готового материала, которые просто приплетаются в ваши волосы. Можно плести через косичку, можно плести через брейд. Брейд – это, ну, грубо говоря, колосок по голове. Процесс плетения может длиться до 14 часов, но модницы готовы на все ради того, чтобы на ближайшие 2-3 месяца напрочь забыть о расческе и ежедневном мытье головы. В первое время тяжесть, неудобно спать, неудобно есть, неудобно жить. Но те, кто оценили преимущество африканских косичек, некоторые девочки, конечно, они потом приходят к этому снова и снова. Потому что, опять же, да, один из основных плюсов плетения африканских косичек в том, что можно вообще просто забыть о своих волосах. Потому что это уже готовая прическа, которая есть на твоей голове. Для дополнительного объема чаще всего в косички вплетают каникалон. Это особое синтетическое волокно. Можно подобрать его в цвет волос, либо выделиться ярким, а может быть даже неоновым оттенком. Кто не хочет прическу на 2-3 месяца, они выбирают более легкую, ну, как у меня, афролоконы, допустим, да. В таком же варианте можно заплести мамба-твисты, сенегала-твисты. То есть это полностью плетется голова, на голове мои волосы заплетаются в косы, в брейды, и в них девается материал. То есть мои волосы при этом не видно. Самый простой вариант, с которым можно проходить неделю, это боксерские косички. Как раз для тех, кто не готов к серьезным переменам, но поэкспериментировать все же не прочь. В повседневной жизни, особенно те, кто занимается спортом, те, кто занимается такой профессией, как мама, да, которым надо быстро-быстро побежать с детьми, побегать там, погулять и выглядеть при этом красиво, то они заплетают косички, естественно. Это невероятно удобно в повседневной жизни. И поэтому сезонности, как таковой, ее нету. Просто выбирают более оптимально, что может залезть в шапку. Вокруг афрокос ходит много слухов и заблуждений, например, о том, что они могут быть опасными для здоровья волос. Если афрокосы заплетены правильно, то это не вредно. Потому что у нас человеческие волосы, он достаточно сильный и выдерживает на самом деле большую тяжесть. И правильно заплетенные афрокосы с правильно подобранным количеством материала непосредственно для ваших волос и для вашего типа волос, вида волос, носятся долго и совершенно не вредят своим волосам. Легко и быстро сменить имидж поможет афронаращивание на косички. Его называют одним из самых безопасных. Яркие цветные пряди или полный апгрейд шевелюры, что бы вы ни выбрали, главное найти профессионального мастера и быть готовыми к переменам. Продолжение следует...